Всем привет! Вы смотрите Russian with Dasha. Сегодня у нас спонтанное интервью. Это Игорь Николаевич. Да. Игорь Николаевич, расскажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь? Вы работаете? Нет, я пенсионер. Ничем не занимаюсь. На даче у меня сад, пасека. Так что сельскохозяйственные проблемы решаем. Да, у Игоря Николаевича пасека. И если вы хотите посмотреть мое видео о пчелах, переходите по ссылке в углу экрана. Игорь Николаевич, вы пенсионер, вы не работаете, ну, если не считать дачи и дачных забот. А чем вы занимались раньше? Кто вы по профессии? Раньше я преподавал математику в школе. По профессии я учитель математики. Вы родились в Советском Союзе в Ленинградской области? Нет. Я родился действительно в Советском Союзе, в Азербайджане. Интересно. То есть вы по национальности азербайджанец? Нет. Все мы, живущие в Советском Союзе, считались себя советскими людьми. Мой отец русский, скажем даже точнее, Тверской козел, как он говорил про себя. Тверской козел? Что это значит? Ну, раньше жители каждой губернии в Царской России имели определенное прозвище. Ярославские водохлюбы, отверские козлы, вот так вот было. Интересно. А мать украинка, так что я, видимо, как говорила моя бабушка по материнской линии, перевертень. Понятно. Непонятно кто. Как получилось, что вы родились в Азербайджане? Да, этот вопрос интересный. Дело в том, что отец после войны, а в войну он работал в Архангельской области, видимо, сильно страдал от морозов, решил погреться и поехал работать на юг. Там он встретил вот мою мать Дарью Анну. Таким образом, вот где-то в 52-м году я и появился на свет. А чем отец занимался? Отец тоже преподаватель математики всю жизнь был. Но после военное время ему пришлось преподавать и физику, и химию, и даже французский язык, и русский язык. То есть не хватало кадров. Расскажите, чем отличалось детство в Азербайджане от детства, юности в Ленинграде? Ну, во-первых, конечно, климат, очень тепло, всегда светит солнышко, зимы практически нет, овощей, фруктов, как говорится, до упора. Да, ну и когда Путина на Каспийском море, то, вы сами понимаете, черная икра, зитрина. Вот, так что мы это все видели. Но тогда не было еще электрического освещения, это я хорошо помню. Так что писали в первом классе перышком металлическим и носили с собой чернильницу в специальной мешочке. Так что, так. То есть какой это год был, когда вы писали еще? Ну, если я родился в 52-м, значит, в 59-м я пошел в школу, да. Вот. И тогда не было. Шарик во вторую очередь я впервые видел в седьмом классе, когда уже в ледного всего. Так что до этого писали перышком. Я видела ваши прописи, да, очень красивый почерк. Прописи, да, каллиграфический почерк, да. Ругали, если ученики делали ошибку и портили бумагу? Ну, естественно, тогда отношение к ученикам было более простое, так сказать, более, так сказать, душевное. Так что могли тебя немножко треподуть за ухо, если что-то не так. Линейкой били? Линейкой нет, не били, это, по-моему, уже из области. Фантазии. Ну, так могли, конечно, сказать пару теплых слов в повышенном тоне, чтобы дошло. Поделитесь каким-нибудь ярким воспоминанием из детства. Ну, как-то вот задумалась там со своим товарищем по учебе в угородской школе мотануть куда-нибудь в одну из республик, где потеплее, так сказать. Да сколько лет вам было? Ну, это второй класс, это же там, восемь лет. И мы пришли к вечеру на вокзал, нашли состав товарняк, где были платформы. Залезли туда, ну, и крепко заснули, благо тепло было. Ну, милиция привела домой. Они вас обнаружили. Побег не ватался, да. То есть они вас обнаружили спящими в вагоне. А так бы уехали куда-нибудь. Ну, может быть, и уехали, теперь трудно сказать, что... А так больше особого ничего. Дед всегда делал осенью вино. Ну, была большая бочка, там чулак. Я знаю эту историю. Да. И он говорил, пока сок еще можно пить, но потом уже понятно, что нельзя. Но бочка была высокая, я поставлял такой ящик небольшой и пытался там зачерпнуть это самое. И соком себя побаловать. Ну, один прекрасный момент этот ящик подвернулся, и я оказался в этой бочке. Главное, самое страшное, мне было не вылезти из этой бочки. Тут вошел дед, он как котенка так поднял. Если кому проболтаешься, прибью. И достал шпандель, армейский ремень у него такой. Вот с той поры я деда завоевывал. Да. Вы были очень модным молодым человеком. Ну, не скрою, да. Любил одеться в джинсы. Где доставали джинсы, одежду, которую нельзя было купить? Ну, город Портовый, Ленинград. Понятно, что были так называемые фарцовщики, которые... Да, кто это, объясните. Фарцовщики это те, которые у иностранцев покупали вещи. Ну, для этого, значит, иностранцу нужны были рубли, а нам нужны были товары фарцовщиков. Но это было нелегально, правильно? Ну, это нелегально, да. Это уголовно наказуемое дело. Ну, а фарцовщики уже распространяли свои товары среди студентов в основном. Ну, как сейчас помню, на первом курсе джинсовый костюм стоил, это рублей 60-70. Это джинсы и куртка, да? А уже, скажем, к пятому курсу только джинсы стоили 120-150 рублей. То есть цены... 60-70 рублей, что можно было еще на них купить? Ну, в Советском Союзе можно было купить хороший костюм или пальто очень хорошее. Ну, так... А машина сколько тогда стоила примерно? Машина стоила, ну, я сейчас скажу, значит, жигуленок стоил где-то 5 тысяч. Угу. Ничего себе. Средняя зарплата 120 рублей, скажем, была у учителя, да? Ну. Прикиньте, сколько нужно было. Учитель – это высокооплачиваемая профессия в советское время? Нет, это не высокооплачиваемая профессия. Я говорю, что средняя ставка – это 120 рублей в месяц. А кто зарабатывал больше учителей? Ну, больше зарабатывали, ну, кто? Как говорится, рабочие. Рабочие совхозы, скажем. Рабочие совхозы, например, доярка или трактористы могли зарабатывать до 400 рублей в месяц. Доярка? Ну, зависит. Ну, работа тяжелая, конечно. Ну, объясните, пожалуйста, иностранцам доярка – это кто? Доярка – это кто? Получает молоко от коровы. До этой, наверное, словами. Я знаю, что вам, как учителю, вручили две премии Сороса. Четыре. Четыре. Ага, извините, четыре. Расскажите, пожалуйста, что это за премия и как получилось, что вы стали лауреатом? Ну, когда Сорос пришел в Россию, он решил проверить, как поставлено образование в России и за мерку взял количество поступающих в ВУЗы. Они опрашивали студентов первых ВУЗов, ведущих ВУЗов, просили назвать учителя, который, так сказать, его подтолкнул для поступления в этот ВУЗ. И по опросу студентов они выбирали тех учителей, ну, в сельской местности, поменьше ясно было голосов, в городской побольше, кто удостоен этой премии. Вот присылали письмо, где нужно было заполнить анкету и ответить, там, согласен ли я, получить, там, скажем, премию. Ну, больше ничего. Ну, первые две премии были полновесны, а потом это уже так, в рублях пошло, а не в долларах. Потому что Сорос начал сворачивать свою компанию, тут его здорово нагрели с его бизнесом. А сколько была первая премия, помните? 2200 долларов. Что вы на нее купили? Ну, вот тогда я сумел купить себе первую потрепанную машину Жигулина, Клада, четвертой модели. Ну, и начал строить дачу. Правда, что сейчас школьники стали хуже учиться и вообще в целом знать математику? Ну, я думаю, что здесь сыграло свою, ну, так, коварную роль это введение эго. То есть, с одной стороны, это, конечно, хорошо проверить каждого, чтобы не списывали. А с другой стороны, появилась тенденция к натаскиванию на решение определенного типа задач. По определенному там формату заранее. Ну, по шаблону, скажем так. Поэтому не нужно было видеть всю логику математики, уметь доказывать теоремы. Мне не надо знать, что такое синус. Скажи, как решать тригонометрический уровень. И все, больше ничего. То есть, они сути предмета, да, не понимали? Да, да, да. Надо ставить ту оцетку, которую ученик заслуживает. Скажем, если двойка, так двойка. А не надо тащить всех за уши, вымучивать эту тройку. В какие места за пределами России и за пределами Советского Союза вы ездили? Ну, студентом я ездил в стройотряд в ГГР, Германская Демократическая Республика. Там поработал на стройке в интеротряде. Ну, а потом уже после развала Советского Союза с зятем на машине объехали Европу. Ездили в Черногорию, в конечный пункт. И что понравилось больше? Какая страна запомнилась? Ну, понравились дороги только. А так теснота ужасная, конечно, в Европе. Ну, Ядрон понравился в Хорватии. Сплит. Красивые города, конечно, на Средиземном море. Ну, я не знаю, особо я не восторгался. Не впечатлился, да? Да, нет. А кухня где больше всего понравилась? Ну, кухня Средиземном морской, конечно, нравится. Это вот Хорватия, Черногория, да. Морепродукты, более легкая кухня. Ну, я не очень большой гурман, если так сказать. Довольствуюсь малым. Давайте что-нибудь пожелаем иностранцам, которые изучают русский язык. Успехов в обучении русского языка и чтении всей богатой русской литературы, которая является классикой мирового уровня. Есть из чего выбрать. Угу, хорошо. То есть выбирайте на свой вкус. Да. Супер. Спасибо. До здоровья. Спасибо. Ладно. Сейчас. Ой. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok